Добрый день, мои дорогие зрители! Уже конец лета, скоро наступит осень, и сегодня я расскажу вам о седиратах. Я уже почти собрала свой урожай, хотя где-то еще что-то растет, но это не так важно. На грядках, освободившихся после уборки урожая, я обязательно сею седираты. Посев седират повышает плодородие почвы, улучшает ее структуру и делает ее влагой и воздухопроницаемой. Также седираты защищают грунт от выветривания, вытесняют с грядки сорняки и избавят от патогенных грибков, бактерий и отпугивают вредителей. Седираты быстро наращивают свою сочную зеленую массу, поэтому ранний посев седират позволит к осени оздоровить почву и обогатить ее питательными веществами. Седираты можно высевать не только на полностью освободившихся грядках, но и одновременно с остатками еще не собранных растений, с основными культурами, например, в междуряде картофеля, либо в приствольных кругах деревьев и кустарников. И сегодня я буду сеять смесь белой горчицы с овсом. В эту смесь я люблю добавлять еще горох. Горчицу я сажаю и весной и осенью везде, потому что она очень быстро растет, наращивает свою зеленую массу, подавляя многие сорняки и убивает вредную микрофлору в почве. При этом развитая корневая система хорошо структурирует почву. А овес имеет особо питательные стебли, которые содержат больше ценного белка, нежели люцерна и клевер, а также содержит много калия и фосфора. По содержанию питательных элементов биомасса овса соразмерна с навозом. Горох быстро наращивает зеленую массу и насыщает почву азотом. На моей грядке еще растет несколько кустиков высокорослых помидор. Но мне они не мешают и на эту грядку я буду сеять седираты. Перед высадкой седиратов я пролью грядку раствором фитоспорина. В 10-литровую лейку с водой я вливаю 100 мл фитоспорина, который я заранее растворила. Проливаю грядку раствором фитоспорина по влажной почве. Фитоспорин я покупаю всегда пастообразный, он более эффективный, чем порошком, и в разведенном состоянии, очень долго хранится. Это отличный фунгицидный препарат, который защищает растения от разного рода вредителей, а также от бактериальных и грибковых инфекций. Это натуральный препарат, который также эффективно дезинфицирует почву. И, конечно, эту грядку, где росли помидорки, надо обязательно обеззаразить. Затем грядку можно взрыхлить, а можно и не взрыхлять, главное, чтобы почва была влажная. Остатки мульчи, которые остались на грядке, не убираем, они нам не мешают. Сидираты сею густо, прямо на поверхность почвы. Важно, чтобы в дальнейшем почва оставалась влажной, поэтому до всходов ее нужно регулярно поливать. Кстати, остатки мульчи помогают защитить грядку от пересыхания. Немного взрыхляю, и все готово, главное теперь поливать грядку. Вот посмотрите, у меня на грядке еще растет сладкий перец, но я все равно сегодня посею на эту грядку сидираты. Пусть они растут. Также я взрыхляю землю между кустиками и сею сидираты. После посева можно полить еще раз и прибить семена к земле. Сидираты нужно косить до начала цветения и заделывать в почву. Если вы посеяли их поздно, и сидираты не успеют зацвести, то их можно не косить и оставить до весны. Всем удачи и до новых встреч!